Приобрели эту жатку 5 лет в Каласинском механическом заводе. Есть люди, которые брали, раньше работали, рекомендовали эту жатку приобрести. Для нас производитель она самая простая и удобная. И по запчастям, и по простоте сборки этой жатки. У нас идет косовица многолетних трав, зерновых культур. Мы ее и посим. В этой модели привлекла у нас простота ее работы и использование ее. Маневренная, за МТЗ-80 сцепляется, удобная вещь для нас. А вот подскажите, какие на какие характеристики вы смотрели? То есть я смотрю, разные жатки. Да, у нас есть жатка 7-метровая и жатка 9-метровая. 9-метровая для больших полей, для массивных полей, 600-700 гектаров, это удобно косить. А вот для маневров, это маленькие поля, 7-метровая жатка. Ну, конечно, если бы была возможность, я бы точно такую жатку 7-метровую купил. Даже 7-метровая? То есть 7-метровая прям сюда? Да, оправдывает оправдывает. И подскажите, пожалуйста, как зарекомендовали себя жатки? Какие есть плюсы, может, минусы какие-то есть, которые нам нужно исправить? Ну, жатки, можно сказать, они бесприкословно хорошо работают. На любую высоту срез можно поставить, она регулируется. Очень проста, очень проста в работе. То есть вы смотрели именно на вот простоту? Да, 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 на простоту. Насколько надежно? То есть вот 5 лет, как бы, поломки часто были, нечасто? Как вообще, то есть происходило? Ну, это зависит от механизации, которая работает. Поломки там у нас малочисленные, подшипники, сальники, ремни, а так основном она у нас хорошо зарекомендовала. А что бы вы посоветовали другим людям, то есть брать, не брать такую жатку? Какие хозяйства бы вы посоветовали такую жатку взять? Ну, это для мелких хозяйств, для крупных хозяйств, для жатка очень хорошая. Очень хорошая. Спасибо вам огромное, что дали отзыв свой. Мы будем стараться улучшать нашу работу.